заявка на победу в этих соревнованиях. Итак, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Какое все-таки неизгладимое впечатление произвело на многих людей музыка с Невровидения. Уже второй раз мы слышим эту композицию. Всего лишь такой короткой трансляции. Ну что ж, тем не менее, Екатерина Пушкаша и Джонатан Герейра великолепно откатали под эту музыку, не хуже других. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекрасно, ребята, справились со своей программой. Катюша, как всегда, очаровательна. Джонатан просто, на мой взгляд, один из самых ярких партнеров на сегодняшний день в мировом фигурном катании. Очень редко, когда мы с вами видим фактурного парня, который прекрасно, абсолютно справляется с хореографией, который выражает музыку, очаровательный дуэт, очень они мне нравятся. Прекрасные твизлы были исполнены, хорошая дорожка шагов, все было очень здорово. И очень эмоционально, посмотрите, насколько ребята просто вживаются в музыку, выражают ее. Я думаю, что они должны сейчас стать лидерами, на этот момент должны стать лидерами соревнований. Посмотрите, абсолютно синхронно исполняются твизлы, просто гениально, молодцы. Очень хороший ключевой момент. Чуть-чуть далековато поставила ногу партнерша на открытом маухоке. На хорошей скорости исполнена поддержка по прямой, со сменой позы, сменой хвата. И без потери, в принципе, лица. Молодцы. Это креативная поддержка, которая пойдет в компонент хореографии. Посмотрите, насколько эмоционально. Молодцы, молодцы. Очень мне нравится. Люблю, когда люди вживаются в образ. Вот он увидел, да, Катину помаду на своих губах. Молодцы, поздравляю. Действительно, видна профессиональная работа наших не только великих спортсменов, но уже и великих гениальных тренеров. Наталья Ленинчук, Геннадия Карпанасова. Приятно видеть, когда такие высокопрофессиональные, заслуженные люди в фигурном катании работают не только с иностранцами, а вот берут на себя ответственность и за российские танцевальные дуэты. За что им, конечно же, огромное спасибо. Ну вот мы видим, что, несмотря на то, что так хорошо ребята катались, они все-таки проигрывают. И проигрывают они Виктории Синицыной и Руслану Жиганшину. Ну что ж, друзья, ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку одинаково...